Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник Очень Многодетной Мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется Галинка-Малинка 2 обзора. Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях. Ну а вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться. Ну что ж, мои хорошие, в первых строках своего письма я хочу озвучить момент, да, так скажем, данный. На данный момент хомяки, хомяки-люльки сошли с ума. Окончательно повернулись вместе со своей барыней-боярыней. Да, друзья мои, в общем, чем больше обсирается лёлька, я вот обратила на это внимание, чем больше она себя закапывает, тем громче начинают гавкать хомяки-люльки. Ну, понимаете, вот, ну, всегда вот, вот, всё, всё идёт по кругу. Всё как обычно, всё циклично. Лёлька обосралась, виноваты правильно хейтеры. Конечно же, кого ещё винить? И, естественно, они уже с удвоенной, с утроенной силой начинают носиться по обзорным каналам, да, и написывать всякого рода хрень и гадости. Но не могут же они признать свою поберуху виноватой в собственных проблемах. Кто, как ни поберуха, виновата в тех проблемах и в той жизни, в которой она живёт? Конечно же, она сама в этом во всём виновата. Это она себе создала такую жизнь. Это она себе наделала огромное количество проблем, да. Да, она говорит, я устаю, я устаю, но продолжает себе ещё какие-то проблемы и какую-то головную боль добавлять. А если нет проблем, то она обязательно создаст их на ровном месте. В общем, друзья мои, сегодня мне вовсю её хомяки написывают. Да, в принципе, и вчера, да, и до этого, но сегодня особенно. А может, потому что у меня не было времени зайти, так скажем, на комментарии вообще почитать, что там, что там такое, да, в комментариях. Я зашла, посмотрела и обнаружила интересный момент, что, значит, они мне там написывают. А вот ты, а вот если бы тебе столько детей, а вот если бы тебе столько коров, а вот ты бы не справилась. Вот, послушайте, а кто вам сказал, что мне нужно такое количество детей? Что мне нужно было там под кого-то ложиться в 14 лет? Что мне нужно было такое количество коров или кос? Мне это вообще сто лет не нужно абсолютно. У меня та жизнь, к которой я стремилась, и я довольна и счастлива и благодарна Богу и своим родным и близким за то, что они у меня есть, за то, что они у меня самые лучшие. Да, конечно, для меня моя семья самая лучшая. Я довольна своей жизнью. Я довольна тем, что мне не надо стонать с утра до ночи, мне не надо стоять с протянутой рукой. Да, я могу спокойно работать и зарабатывать деньги. Я знаю, что у меня есть надежное плечо, которое меня всегда поддержит. Не вот так вот просто тупо бегать, менять мужиков и рожать от балды, да, лишь бы от кого, неважно от кого, лишь бы были штаны. А потом по самое, да, не балуй себя засунуть в деревню, от которой ты стонешь день и ночь, и себе вот на голову еще повесить, помимо 10 детей, значит, еще огромное количество коров, коз, да. Ну, каждый выбирает по себе. Женщину, религию, дорогу. Каждый вообще выбирает по себе ту жизнь, которая его устраивает. Мне, меня устраивает моя жизнь. Целиком и полностью. И я счастлива, и я довольна своей жизнью. Если бы я на свою голову родила, да даже не то, что там 10, пятеро детей, я бы уже чокнулась. Если бы я, так скажем, завела себе коров, коз, мне они не нужны абсолютно. Вот для полноты картины, для полного счастья меня устраивает то, что у меня есть. И я счастлива. Счастлива той жизни, которой я живу. Это самое главное. Человек должен находиться в гармонии, чего не скажешь о Лёльке. Вот по идее ведь все прекрасно понимают. Она же сама говорит, что она с раннего детства. Она стремилась к тому, чтобы у нее там было хозяйство. Она говорит, я понимала, что я всегда хотела жить на земле. Помните, как она говорила, я даже там козу где-то там на балконе, да, в квартире в Подмосковье держала. Ну так если ты к этому стремилась, так и тяни эту лямку. Это твоя жизнь, да. Каждый человек должен взвалить на себя ровно тот крест, который он в состоянии, так скажем, поднять. А если ты хочешь только подсчитывать барыши, не думая о том, что в случае чего, да, вот не будет работников, не будет донатчиков, не будет с чего тебе платить вот эти вот, как говорится, да, зарплаты всем. Разбегутся все твои дети кто куда, да, не на кого будет положиться и придется самой тебе тянуть эту лямку. Кто в этом виноват? Никто. Значит, бери ношу по себе и тяни эту ношу по себе. Почему все кругом должны слушать день и ночь твою нытье? Мне просто интересно, ребят, ну согласитесь. Я уже не раз об этом говорила, мне просто интересно. Из какой нахрен стати мы должны выслушивать и вычитывать вот эти комментарии, а вот если бы тебе, да зачем мне это надо? Да человек вообще существо разумное, да, как ни крути. Сам человек прекрасно понимает, сколько и что он в состоянии поднять и так далее, о чем мы и говорим. Что рожать-то можно пока рожалка рожает, да, но другой момент, сколько ты сможешь осилить. А здесь тем более, ты еще помимо детей завела огромное количество животных, да, и сидишь теперь стонешь. Так чего ты стонешь? У тебя есть помощники. Не, ребят, будет стонать постоянно. Все потому, что она недовольна своей жизнью. У нее нет никакой гармонии в жизни, понимаете? Вот она действительно, у нее не привно так говно, это что касается мужиков. Ни с кем из них ужиться она не может. Все у нее кругом плохие, все у нее кругом ужасные. Что говорить про человека, который даже собственную маму может чехвостить вдоль и поперек на стриме, да, в роликах, лишь бы только ее бедную несчастную пожалели какие-то там хомяки, которые абсолютно ей посторонние люди. Я не говорю о том, что так не бывает, что мы там можем, каждый из нас может поссориться со своими родными и близкими. С мамой можно, да, не сойтись в каких-то там вопросах и моментах. Можно, вот как, допустим, да, ну с бабушкой я, с бабушкой вообще всегда, я бабушке всегда сижу и киваю, как китайский болванчик, чтобы только бабушку мою не расстраивать, потому что все-таки бабушка уже пожилой человек, да, и уже 80 лет, и как бы, ну, бабушка есть бабушка. Вот. Что касается родителей, да, близких людей, конечно, все может быть. Но, опять же, ребят, я не представляю, насколько надо быть отбиты на всю голову, чтобы выходить на всеобщее обозрение, на публичное пространство и брать и чехвостить своих бывших мужей, да, а не отцы вообще-то твоих детей, чтобы вести себя вот так вот, как она себя вела, да, в той же телеге, где она сидела, жрала, не ела, а именно жрала, потому что так не едят. Как можно чехвостить свою мать? И сейчас ей пишут опять хомяки ее, значит, ой, а почему Олю не приедет поддержать ее мама? Так и хочется сказать. Слушайте, вообще в курсе, во сколько ее мама ее родила. Ее мама родила там в 39 или в 38, почти в 40. Ей уже 37. Ее маме уже фигово туча лет. Долго мама будет бегать. Там уже за мамой надо ухаживать. Там уже маме надо помогать и оказывать всякого рода поддержку. И финансовую, да, и психологическую, и вообще эмоциональную, всякую разную, да. Как ни крути дочерний долг, это все-таки у нее единственная дочка. А там все, Лелька будет рожать, а все остальные пусть расхлебывают. Да, и первая тройка игроков пусть сидит тоже до пенсии, до своей пенсии рядом с Лелькой. Лишь бы только Лелечке было хорошо. Да, и мама пусть тоже носится там пожилая. Ну, в общем, да, очень интересно. В общем, друзья мои, Лелька вчера чувствовала себя как-то неважнецки. У нее действительно немножко сел голос. Она прям так говорила, как-то было видно, что она немножко приболела. Но вот сегодня, вы знаете, когда я в телеграм-канал зашла к ней ее послушать, она говорит, ой-ой, я сегодня сама себе взяла больничный, я плохо себя чувствую, не знаю. Вот сегодня мне кажется, что с голосом у нее абсолютно все нормально. Понятия не имею, что у нее там происходит. Может быть, действительно, я не знаю, может быть, действительно она испугалась предстоящего суда и, так скажем, решила прикинуться больной. Я не знаю, ребят, понятия не имею, что там у нее происходит. Там можно, как говорится, гадать просто до победного, что там с ней, да. Но, опять же, голос у нее уже нормальный. Не такой, как вчера. Я бы даже сказала, абсолютно обычный, абсолютно нормальный. Не знаю, может, просто решила прикинуться больной, да, по той простой причине, потому что приехала Надя, скажет, ну, ничего страшного, пусть баба Надя поработает, а я поваляюсь. Она сказала, что завтра я обязательно буду как огурец. Ну, что ж, посмотрим, что там вообще будет, что там будет или чего-то там не будет. Непонятно. Короче, прикинула с чайником, да, и решила, так скажем, свалить все на бабу Надю. А чего бы, собственно, и нет. Далее в телеграм-канале нам демонстрируют банки с тушенкой, написав 100 банок уехали. Ну, 100, не 100, не знаю, я там эти банки не считала, да. Но вот интересно, друзья мои, не успели эти банки уехать, то есть нам их продемонстрировали в багажнике автомобиля, да, как тут же, тут же, смотрю, на этих банках лежат пятитысячные купюры. Я вот только единственное не понимаю, да. Ну, допустим, ты их продала. Я не знаю, кому она их продает. Может быть, я вот думаю, может быть, она их сдает кому-то. Но, опять же, Лелька ведь не будет сдавать по дешевке, правильно? И хочется значительно дороже. Не знаю, кому она их там продает, не продает. Вот, но в любом случае, вот даже если представить, что ты продала, продала эту тушенку, ты заработала какие-то деньги. Мне вот просто интересно. Вот просто интересно, как блогеру, который каждый день практически наблюдает за ее жизнью. Ты зачем демонстрируешь нам вот эти банки? Ты зачем демонстрируешь нам вот эти деньги, которые ты заработала? Все бы ничего, да, я бы даже слова не сказала, если бы не одно большое «но». Мы же знаем прекрасно, что она при всем при этом, да, то есть с одной стороны она написывает, что вот, да я заработала, да за один день многодетная мать без мужа заработала 50 тысяч рублей, да, тут же демонстрирует, значит, вот эти вот пятитысячные купюры. Ну, может быть, пытается кого-то этими деньгами удивить. Лелька, ты нас не удивишь. Мы тоже все работаем и тоже все зарабатываем. И при всем при этом, заметь, даже не клянчим и даже не просим. А она вот как раз-таки, вывалив вот эти деньги на всеобщее обозрение, тут же потом бежит с протянутой рукой садиться и просить на все про все. Мне интересно, для кого вот эти вот какие-то непонятные, да, понты, не понты, чего к чему вообще непонятно? Зачем ты это все показываешь? Когда ты потом все равно усядешься, зальешься соплями и слезами, и дайте, дайте мне на одно, дайте мне на другое, дайте мне на третье, дайте моим детям, дайте мне, дайте там Шурику, дайте на одно, на другое. И вот так вот все вот это вот, все эти дайте-хотелки никогда не заканчиваются, ребят. Ее хомяки, увидев эту тушенку, ну, как всегда, ой, сейчас хейтерам станет плохо. Мне просто интересно, от чего должно нам стать плохо? От чего? От того, что мы увидели тушенку, но вы меня извините, я видела прекрасно, как она готовит эту тушенку, да, как ее дети, Женька, кормящая медалистка, с грязью под ногтями, готовила эту тушенку вместе с Лешкой-картошкой. Я помню прекрасно, как они делали ее из покупного куриного филе на минуточку. Я тогда еще сказала, я говорю, нифига себе они, филе куриное, да, которое надо все равно чистить от этих паленок, да, обрезать вот эти вот желтые штучки, все чистить и делать так, что вы делаете, да, а они все это побросали, даже пленка, от пленки они все это ничего не почистили. Настолько все это было ужасно, ребят, вот просто до блевоты. Плюс я когда увидела у Женьки в очередной раз под ногтями грязь просто, вы знаете, мне стало тошно, и я думаю, боже мой, вот это действительно, вот это действительно домашняя тушеночка из магазинного покупного куриного филе, плюс с грязью, плюс непонятно с чем, да, непонятно кто делает, непонятно в каких условиях, уверена, что ни у того, ни у другого нет абсолютно, конечно же, никаких медицинских книжек. Естественно, их у них нет, да. Плюс это делалось на кухне, там же, где бегают собаки, где носятся дети, где детей причесывают на кухне, но больше же негде, понимаете. И вот эти вот все моменты, да, где приходят тут же с сараев в грязной одежде, да, да, и прямо в этой же одежде садятся на кухню. Ну, замечательно, прям вот, прям натурпродукт, да, ну что ж, хомяки, желаю вам приятного аппетита. Мне такой, знаете, натурпродукты, я думаю, многим моим зрителям сто лет абсолютно не нужен. И вот мне просто интересно, чего она молодец, в каком месте она молодец, да, вот они начинают перечислять, вот она там вот молодец, она там денег заработала, да какая разница, что она заработала, если она потом все равно все спросит с вас. Если она даже вот, да, вот она говорит, вот, я там увеличиваю поголовье скота, вот, мне там нужны работники, мне нужны рабочие руки, мне нужны помощники, мне одной не справиться. Соответственно, получается, ее хозяйство, конечно же, естественно, приносит прибыль, да, прибыль. Мы все прекрасно понимаем, почему. Почему? Ну, так в любом случае, она даже на помощников просит у своих хомяков. Так в чем она молодец? В том, что она не забывает каждый божий день или через день сесть на стрим и просить на одно, на другое, на третье? На все про все? Вот просто интересно. И потом вот эти разговоры про то, что вот, мы еще там не можем никак выйти в плюс вместе с Женечкой. Мы считали, да, хорош уже заливать. Люди все все прекрасно видят и все все прекрасно понимают, да. Ты просишь абсолютно на все. И на корма, и на животных, и на скотину, на все абсолютно. И на птиц, да, и на работников, и на все вот эти приблуды, да, и там сыроварни, хотя тебе сыроварни достаются бесплатно, но ты все равно имеешь эти деньги с людей. Опять же, конечно же, естественно, ты работаешь исключительно только в плюс. Ты ни на что не тратишься. И даже там, где надо, все равно Лелька со всех сдерет в три шкуры по полной программе. Вот просто интересно, в чем она молодец, да. Вот нам пишут, ой, вы бы взвыли. Мы бы на себя столько и не повесили. А зачем это надо? Вот просто интересно. Каждый человек живет и должен жить своей жизнью. Жизнь дается только один раз. Не надо никого пытаться удивить в этой жизни. Ой, я сейчас вот на себя повешу 30 коров, а завтра я буду лежать, да, там и сдыхать, и кричать, помогите, спасите. Я вот такая молодец, я вот такая вся, да, крутая до безобразия на себя 30 коров повесила. И вот у меня уже язык на плече, да, мне уже жизнь не мыла, мне уже не хочется ни вставать, ни подниматься. А не что бы то ни было делать. Зачем? Кого удивлять? Вот поберуха все время пытается кого-то чем-то поразить. Ой, у меня 10 детей. Ой, у меня огромное количество хозяйства. Ну и дальше что? Ну так справляйся. Значит, это твоя ноша. Значит, это твоя лямка. Справляйся. Раз ты к этому стремилась, справляйся. У каждого из нас есть своя работа. У каждого из нас есть свое образование, да, своя профессия, как говорится, в любом случае, своя жизнь, своя семья. Никто не обязан. Мало ли кто. Может, какая-то полудурочная там, знаете, от нечего делать будет рожать вообще каждый божий год, там, до 60 или до 70 лет. Но это ж не повод, что нам всем теперь, глядя на непонятно кого, вот так вот тоже рожать каждый год. Ну что ж, вот она рожает каждый год, да? Почему мы должны этим заниматься? Это не наша жизнь. Мы этого не хотели. Кто-то вообще исключительно городской житель, да? Кто-то любит за городом быть, быть на природе, но при этом ему 100 лет не нужно никакое хозяйство, никакие огороды. Вот как, допустим, мне, да? Газон, лужайка, все вот эти приблуды, которые необходимы для просто хорошего, комфортного отдыха. Качели, батуты, мангалы, мангальная зона, беседки. Все вот, просто приезжать за город, просто тупо отдыхать. Это личное дело каждого. Поэтому вот честно, мне, если честно, ребята, смешно вот это вот все слушать и читать, когда пишут, а вот ты, а вот ты бы там скопытилась. Да мне эта жизнь 100 лет не нужна. Это ее жизнь. Пусть она ее живет, но живет ее достойно, а не стонет. Мы каждый день ходим на работу, мы каждый день занимаемся домашними делами, готовим, да? Ну, можно сказать, стираем, понятное дело, стирают машинки, да? Ну, как ни крути, убираем. Нам за этой медалью никто не вешает абсолютно. Устаем, да? То же самое бывает так, что вроде ничего не делал, а язык на плече уже к вечеру. И уже вообще ничего делать не хочется. Но мы что-то не жалуемся. Мы живем. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю. Всем до завтра. Всем отличного дня и вечера. Берегите себя, берегите своих родных и близких. Всем всего самого наилучшего. Пусть будутся все ваши мечты. Всем пока.